Девы Марии православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в Покровском храме Черкеска – престольный день. Церкви более 180 лет, и она является любимым местом молитвы у православных жителей и гостей республиканской столицы. С празднования репортаж Али Баташева. Печащийся и вовлечащийся, и держись на похлебу, Порежу плакую часть из брак, я же не отнимется от меня. Имя Девы Марии звучало на божественной литургии в священных текстах и молитвах. В это особенное торжество помолиться Богу и Богородице – большая радость и семейная традиция для множества верующих в Карачаево-Черкесии. Татьяна Бородкова пришла с дочками в любимую Покровскую церковь Черкеска – почтить Царицу Небесную и помолиться ей о самом сокровенном. Бывает, попросишь, и буквально сразу же все случается. По воле Божьей Царица Небесная помогает нам всегда, всегда, всегда это чувствуется, всегда она рядом с нами. Мы каждый год посещаем храм всей семьей, потому что Царица Небесная, она под своим покровом нас хранит, и мы ее очень любим и чтим, и обязательно идем в храм в этот день. Погибли дети, муж, родители умерли. Молюсь, получаю утешение. Она всегда мне помогает, она всегда и везде со мной. Отмечать Покров на Руси стали с 10 века. Он не входит в число 12 главных праздников православной церкви, но это одно из самых любимых торжеств верующих. Когда-то Божья Матерь накрыла своим небесным платком жителей Константинополя и спасла их от бед и от разрушений. И до сих пор над Россией именно этот платок накрыт, именно Покров Божьей Матери. Каждый из нас и просит о этом Покрове, и каждый из нас благодарит и чувствует этот Покров над собой. Желаю всем быть добрее друг друга. Где бы мы ни были, на каком бы мы месте ни находились, просто быть добрее. Чаще улыбаться, чаще говорить друг другу хорошие слова. Прощать друг друга, помогать друг другу. В тесноте да не в обиде. В престольный день небольшой деревянный храм полон верующих с 1843 года. Когда церковь построили казаки-хоперцы, она стала не только любимым местом молитвы, но и особой памяти. Здесь хранятся иконы, написанные в благодарность за сохранение жизни императора Александра II, памятные о Харугве с именами казаков, участниками Первой мировой войны и другие реликвии. Перенесли храм этот сюда, когда построили Никольский собор, и назвали улицу Покровская. И опять-таки, это было 14 октября, и открыли этот храм Покровский. То есть, вся жизнь станицы у нас завязана на Покрова. И в годы гонения, и в годы Второй мировой войны в храме Покрова Божией Матери Черкеска не прекращались богослужения. Крестный ход, подликующий звон колоколов, проходит в каждый престольный день. Хоругви и иконы в руках казаков, праздничные песнопения и окропления святой водой объединяют множество верующих каждый великий праздник и престольный день. В этом году Покровской церкви исполняется 181 год. Али Баташев, Ольга Савенко, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.